Все бросились сочувствовать Елабуе в Татарстане, а про Белгород забыли, и это правильно, потому что лучше о грустном не вспоминать. Да, сегодня историческое событие, мы так далеко свои щупальцы еще не запускали вглубь России, там большая беда. Значит, мы атаковали российские военные и экономические объекты на расстоянии 1300 и 1200 километров. Под раздачу попал кто? Правильно, НПЗ ЕЛАС нефтепродукт и общежитие Элабуга, или Алабуга, неважно, там собирали дроны, там производили топливо для российских танков. И теперь все. Как это могло произойти? А теперь вопрос, как это стало возможным? Каждый из вас уже насладился взрывами в этой Елабуге и в Татарстане. Татары, местные жители, местный покоренный народ смотрят, как горят предприятия на их территории и должны задаться главным вопросом, а не пора ли выйти из состава Российской Федерации? Как это сделать правильно, мы будем объяснять на этом канале в будущем, и мы во многом специализируемся на этом, поэтому все подписывайтесь на мой YouTube канал, мы называем вещи своими именами. Мы должны выяснить, что же туда прилетело в эту Елабугу. Название такое странное. А есть мнение, что туда прилетел украинский беспилотник Бобер. Но этот Бобер подрос. Если вам показалось, что вы видели в Елабуге Аристофича, то это вам только показалось. Он выполняет сложное, секретное задание. Но сегодня мы не будем этого российского пропагандиста выводить на чистую воду. Тут намного все интересней. Что же туда прилетело в эту Елабугу? Чтобы посмотрели люди, как выглядит сам этот беспилотный летательный аппарат. То есть, ну это легкомоторный самолет. Да, Бобер определенно подрос. Я бы назвал его украинский аэробус. Нет, есть мнение, что там были западные комплектующие. Но с другой стороны, если в российских ракетах находят западные комплектующие, это же не значит, что НАТО воюет с Украиной. Правда? Но мысль задаться вопросом, а кто же отвечает за противовоздушную оборону в Российской Федерации, она прекрасна. Она мне очень и очень нравится. И самое прикольное, что там на болотах начали задумываться, а вдруг это не Украина? Вдруг это Казахстан? Позвали даже генерала Боярышника. Давно его не было в кадре. И тут он заподозрил неладное. Это не украинские дроны. Это таджикские, казахские, азербайджанские, армянские. В общем, вариантов много. А почему так получается? Потому что если ты живешь как негодяй и проповедуешь вот это поведение на территории своих соседей, то правило простое. Получи фашист гранату. Да, да, безусловно. Чтобы понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть у тебя остаются два варианта. Либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас в Республике Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стране, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно. Генерал-лейтенант Боярышник только что выдал военную тайну. Оказывается, Нарашка так готовилась к войне с НАТО, что у нее тут целые дыры в ПВО. Это должно напрягать не только жителей Белгорода, но и пока еще оккупированного Татарстана. Что тут важно? Давайте-ка разберемся. В некотором роде это действительно рекорд. Люблю рекорды. Да, сегодня мы объяснили российским фашистам, что за каждый удар по украинской территории будет ответ. И сегодня мы празднуем, отмечаем очень важную дату. На территории Российской Федерации, по крайней мере, в европейской части этой пока еще большой страны, не осталось безопасных мест. И это здорово. Я вас поздравляю. Ну, я не знаю, может быть, в Мурманске еще можно как-то укрыться. Но вот на авиабазе Оленья я бы этого не делал. Значит, что там в этой Елабуге было? Значит, там построили завод по производству иранских шахедов. Они почему-то называют их ласково-геранью. Но туда прилетело. И, очевидно, это лишний раз подсказывает о том, что специальная военная операция идет по плану. Идет по плану в Татарстане. Что мне еще нравится? Тут на нечистоты, на российские пропагандисты исходили после визита Джейка Салливана в Киев, что вот, мол, Байден запретил украинцам атаковать нефтеперерабатывающие заводы. Но прилетело в этот ЕЛАС нефтепродукт. А он очень интересный, этот нефтеперерабатывающий завод. Потому что он один из пяти крупнейших. Там есть еще в Омске очень крупное предприятие. То есть, самое большое в России, и если кто-то ориентируется в географии Российской Федерации, да, учим географию Раши с Кириллом Будановым и Василием Маляком, то этот населенный пункт находится непосредственно на границе с Казахстаном, который сейчас массово российские пропагандисты обвиняют в том, что именно с их территории прилетело. Я не знаю, не было времени выяснить, откуда прилетело, но тут же вопрос в чем? Вопрос в том, как работает российская управляемая система ненависти. Они говорят, не Путин мудак, не Путин негодяй, а вот украинцы плохие, казахи плохие, все плохие. Хотя, вот если хочется разобраться, кто здесь является негодяем, достаточно послушать российское телевидение. Они там все четко и правдиво говорят, главное научиться их понимать. Вот самое опасное в этой истории, это сплав действительно сатанизма с идиотизмом. Так, вот я абсолютно согласен, что управляющие этим процессом, это люди, которые перешли грань добра и зла, которые ради своего политического выживания, сохранения денег, они готовы пойти на все, и они вот абсолютно уже, что называется, во тьме. Ну, чисто российской верхушки. Идиотизм, сатанизм и гомосексуализм. Вы услышали, они поэтому тоже очень сильно переживают. Ну, знаете, у них же всегда так. Вот они пытаются управлять этой ненавистью, а сами являются кем? На букву П. Там есть еще какие-то буквы, но по факту россиянами управляет Ры, первая буква П. И, конечно же, это абсолютно не связано с сексуальной ориентацией людей. Значит, прилетело. И теперь все морщат репу. И задаются вопросом, когда это все закончится? Забегая вперед, скажу, никогда согласны, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. Можно Днепрогез взорвать и Киевскую ГЭС тоже взорвать. Ну, прекрасно. А потом чего? Вот смотри, у нас вот прямо сейчас, да, Министерство обороны Российской Федерации нам докладывает, что вооруженные силы нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. Цели достигнуты, объекты поражены. Но при этом, да, вот несмотря на то, что это идет уже систематично, да, что наносятся повторные удары. А как же ж так? А что это в Одессе опять свет дали? Значит, плохо бьем. Мы должны честно сказать россиянам, когда российская армия возьмет Киев. Ответ честный – никогда. У вас будет отрицательное наступление на Киев в районе Омска, Казани и других городов, где производят оружие и боеприпасы. Мне нравится подход, что мы специализируемся теперь в части ударов не только по НПЗ, а и по военным объектам. И чтобы там кто не говорил про общежитие, это все в пользу бедных. Если даже это было общежитие, то наверняка там базировались иранские инструктора, иранские инженеры, ну и какие-то другие плохие люди. И вопрос, который вот без всякого преувеличения, это и руководство, наверное, политическое руководство страны должно в этом плане задать вопрос, даже не тот вопрос, как это стало возможным, а первый вопрос. Кто отвечает за противовоздушную оборону этого участка территории страны? На болотах реально очень бурная реакция. Хотя мое убеждение, оно не изменилось. Мы слишком мало бомбим российские города, и по Елабуге прилетело, был красивый, конечно, взрыв, все здорово, но, как мне кажется, мало взрывчатого вещества, надо больше. То есть разрушительная сила должна быть ярче. Ну и да, как говорит Картопалов, там жили мирные люди, которые в 9 утра приходили на мирные заводы по производству мирных ударных беспилотников «Шахет», которые мирно бомбили украинские города. Нет, ребята, так оно не работает. И что самое интересное, откуда это все берется? Бомбить надо их больше, да. Откуда это все берется? Это не песчаная пыль из Сахары, это украинская буря, украинская людь. И будет больше. Еще раз, когда мы анализируем удары по российским объектам, никогда не надо забывать, что они здесь творят. И в некотором роде это действительно ответка, но, мне кажется, слабенькая. Ну, давайте проанализируем, как радостно обсуждают удары по Украине российские нацисты, те самые, которые восторгаются гебельсом. Ну, и другими. Да, тем самым гебельсом, который является дедушкой Оли Скобеевой. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Илебеге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником. Я сегодня, кстати, прочитала, что оказывается, то, что мы там бьем по всяким этим ТЭЦ, ГЭС и так далее, это все фигня. На самом деле, нужно выводить из строя украинскую атомную энергетику. И тут я хочу, наверное, поставить многоточие, потому что, видимо, люди просто не помнят, что было в 86-м году, и вообще, что из себя представляют атомные электростанции, каким последствиям это все может привести и так далее. Но вот такие советчики у нас уже теперь тоже появляются. Ну, это ничего удивительного в этом нет. Во-первых, люди, которые об этом говорят, это даже не образованщина, это просто дебилы. Критично. И если мы уже говорим о российском народе, о населении, то кто его таким сделал? В первую очередь, Владимир Путин и вот эти вот товарищи. Смотришь на Гаспаряна, на любителя Геббельса, я не знаю. Этот, кстати, парень, он девочками тоже не интересуется, как и многие в Государственной Думе, хотя в Госдуму его не взяли. Сразу понятно, настоящий русский. Он объясняет этническим русским, почему они должны сдохнуть в Украине. Ну, а те, соответственно, его слушают. А потом его же народ обзывает их вот такими вот нехорошими словами. Какие вот мысли бомбить по украинским АЭС, ТЭС, гидроэлектростанциям. И самое странное, что при этом они думают, что им за это ничего не будет. Значит, по Татарстану есть важное объявление. То есть, в принципе, можно хреначить все подряд. Это было бы на то желание, ну, хорошо, в нашем случае не желание, было бы на то распоряжение Министерства обороны или приказ Верховного Главнокомандующего. Поэтому, понимаешь, если здесь в случае с ТЭЦ идет точная работа, то есть у тебя есть точное понимание, где какой объект расположен, и ты его выносишь. Ты понимаешь прекрасно, да, что если завтра будет поставлена задача, чтобы вообще на этом месте можно было сделать бассейн-хутор под открытым небом без подогрева, то туда прилетает несколько таких бомб, и сам по себе вопрос ремонтно-восстановительных работ пофигу через два, через пять, через пятьдесят лет уже будет неактуальным. И этот негодяй тоже считает, что мы мало бомбим российские города. Надо работать над этим, надо исправляться. И вы видите, вот они говорят, что они бьют по украинским ТЭЦ и соответствующим объектам инфраструктуры для того, чтобы сломать Украину. А получается, что можно в эту игру играть вместе. Я все-таки думаю, что нужно над этой темой работать больше и посоветовать российским производителям, например, перенести производство из Елабуги в Комсомольск-Намури. Это туда, ближе к Японии и Китаю. Но какой главный выбор напрашивается после прилета украинских дронов? Не то Бобер, не то Аэробус в Татарстан. Вывод прост. Российская противовоздушная оборона мертва. Мы, украинцы, потомки великих укров в российском небе, чувствуем себя как дома. Тут, наверное, Владимир Путин может вслух сказать свою любимую фразу про один народ. А мы будем сжигать российские оборонные заводы. Значит, может ситуацию исправить Шойгу и Герасимов? Едва ли. Ну вот, товарищ полковник Ходоренок чувствует, что нескольких генералов не мешало бы им расстрелять. Я думаю, что здесь несколькими не обойдется и можно себя не сдерживать. Все равно умирать. Так хоть российские массы порадуйте. Назовете их пятой колонной, агентами СБУ, ГУРа, ну и дальше, как вы любите, можно лишить парочку генералов ушей. У них это сейчас модно. Но полковник Ходоренок все-таки настаивает, что должен быть ответственный. Первый вопрос, вот с которым надо разобраться. Кто вообще в целом единолично отвечает за противовоздушную оборону страны в пределах не только европейской части, но и всей территории страны? Кто несет за это единоличную ответственность? Как в прежние времена говорили, кто этот человек, кто отвечает за противовоздушную оборону страны? Это первый вопрос. Второй вопрос, который надо задать после того, как выяснится это обстоятельство. Потому что тут тоже, между прочим, ответ на этот вопрос далеко не однозначен. Казалось бы, мы сразу должны знать главнокомандующего воздушно-космическими силами, но тут еще вопрос, кому и в какой степени ему подчинены существующие на данный момент времени оперативные объединения воздушно-космических сил. Это первый вопрос. И вот второй вопрос. Располагал ли соответствующий военачальник, если, конечно, такой найдется еще, соответствующими силами и средствами для отражения ударов подобных средств воздушного нападения? И, собственно говоря, может быть, этот вопрос уже пора и переводить из области дискуссии в область практических мероприятий. Поскольку мы и раньше говорили, что необходимо срочно... Да, кстати, перед тем, как говорить о том, что необходимо сделать, все-таки надо сказать, что даже в руководстве воздушно-космических сил есть достаточно сильное течение, его представляют, значит, определенные военачальники там, что организационно-штатная структура этого вида вооруженных сил на данный момент времени оптимальна, и ничего там не надо менять. Вот это суждение глубоко ошибочное, поскольку надо менять, и менять надо срочно. Во-первых, в этом виде вооруженных сил надо разделять ударные и оборонительные фунты. Так было в Советском Союзе. Были воздушные... Были ВВС и ПВО. Потом многие страны эти два вида войска объединили. Кстати, в Украине там работает точно так же. Но то, что они дребезжат, ищут ответственных, как раз и говорит о том, что Белгород уже не жалко. Но ничего, на каком-то этапе вы придете к выводу, что и Елабуга вам не очень-то и важна, и нужна. Главное, чтобы тепленькие студии в Москве сохранились. А вот тут стабильности нет. Гарантии тут выписывает только Кирилл Буданов. Вам нравится думать, что это делают кто-то там на Западе. Но вот мы фиксируем, что западные газетенки в части того, чтобы не сжигать на российские НПЗ, могут и немножечко лукавить. Я просто хочу напомнить в части НПЗ. А помните, как год назад, даже более, они фигачили по Кременчудскому, нашему заводу, нефтеперерабатывающему. Радовались и рассказывали, что таким образом они нас освобождают. Так вот, еще раз, все можно делать вместе. И безопасных мест на европейской территории не осталось. Вы знаете, я, готовясь к нашему видео, даже проложил маршрут от Киева до Елабуги. Смотрите, есть несколько вариантов. Ну вот, если ехать через Москву, то получится 1914 километров. Это реально много. 2000 километров пролетел украинский дрон и врезался в тот объект, который был у него заложен в полетном задании. То ли еще будет. Они не понимают, что радиоактивное облако придет на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Беларусь. Для них это все не очевидно. Они искренне полагают, что там будет какой-то кокон, который, собственно, опылит исключительно одних лишь селюков. Это серьезная очень проблема. Настоящий русский с фамилией Гаспарян. Он объясняет этим товарищам, которые живут на российской территории, почему нельзя использовать ядерное оружие. Пытается нас как-то обидеть фразой «селюк». Но, знаете, мы на это не реагируем. Мы знаем, что мы потомки великих укров. И нам этого достаточно. Мы выкопали Черное море, наши эстонские друзья, и не только эстонские, Балтийское. И мы этим горды. И за свой хутор, сколько бы не использовалась фраза в отношении украинцев в хуторяне, мы российских оккупантов будем уничтожать. И, если потребуется, на российской территории. Есть способ это все прекратить. Путина в петлю, на шибинотью. Каждый российский гражданин ищет в транслейторе, что это значит. И подписывает соответствующую петицию. Ну и, конечно же, подписывается на мой YouTube-канал. Слава Силам Обороны Украины дали Буде все для сбройных сил. В самом широком смысле этого слова. Потому что мы-то говорим ЗСУ, но понимаем под этой аббревиатурой всех мужчин и женщин, которые с оружием в руках, а воюют за эту страну. Ну а те, кто в тылу, помогают им. Все же просто. До зустречи. Елабуге привет. Татарстан пора проводить референдум о выходе из состава России ТНР Татарстанская Народная Республика Гойда. Редактор субтитров